друзья мои всем привет меня зовут ирина и вы на канале репортажи моей жизни о привет вышла на прополку картошки а то ее уже пора копать она у меня еще не полтая можно было конечно этого и не делать травы немного но когда нет травы в картошке копать и намного приятней ведь правда ну а чтобы было не скучно не мне а уж тем более в поиграю назову это трава бал опана мимо ничего сейчас потренируемся и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Картошка прополота и Володя начал ее уже копать. Ну а я? А я пошла собирать помидоры. Вот они у меня все покраснели, красивые. И давно-давно просятся, чтобы я их собрала. И немного баклажанчиков можно будет собрать. Вон они какие красивенькие висят. Вот так. Вот так. Вот так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну что ж, друзья мои, вот такой урожай томатов и баклажан я собрала сегодня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А это моя коровушка пасется. Вкусно ей. Помните, в прошлом видео показывала, что я заходила в магазин пряжи и сравнивала цены, где дешевле купить, в самом магазине или на Валбрис? На Валбрис оказалось дешевле. Так вот, для начала выписала вот такую вот пряжу фирмы Пихорка. Детский каприз теплый. Пряжа абсолютно не колючая. Так, где тут состав-то? Так, 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 хотела побыстрее, ничего не получается, да? Так, 50% мереносовая шерсть и 50% фибра. Пряжа шикарнейшая, хочу я вам сказать. Совсем все тут растрепало. Это будут ритузы для внучки на осень. И заказали мы еще для внучки вот такие вот качели. Они тряпочные. Подушечка. Хожь под попку, хожь под спинку. Куда хожь. Крепеж все на месте. Даже, по-моему, инструкция есть, да? Да, инструкция. Мы знаем, что у нас есть выбор. Спасибо, что вы выбрали. Вот, пожалуйста, инструкция по сборке качелей. Сами палочки отшкурены просто идеально. Идеально. Хотела сшить сама, посмотрела их. Ну, на Валберисе, на одного же Валберисе. Посмотрела, говорю, Володя, давай я сошью сама. Че тут больно, да? Черенок купим, палки сделаешь. Он говорит, и будешь ты с этими качелями возиться в три дня. А не стоит-то меньше тысячи рублей. Вот, заказали. Будет качаться. Вешать мы их будем вот сюда в проем. Для них уже Володя сделал контейнер. Кронштейны, труба железная. К ней приварил какие-то кольца с подшипниками. О, все крутится, все вертится. Ой, рукодельной спасу нет. Не муж, а золото. И была заказана еще вот такая пряжа. Называется она Деревенька. Это наша российская пряжа из Троицка. Это стопроцентная овечья шерсть. Ой, где тут написано-то? Во. Стопроцентная шерсть. Сделана в России. Даже спицами четыре с половиной образец, да? Типа связанный образец. Десять на десять. Сколько петель сюда? Сколько петель сюда? Во как. Взяла я ее на носки. Вот. Вязала я уже из этой пряжи покупала. И у нас в магазине. На данный момент она стоит 150 рублей моточек. А если покупать, вот, выписала вот так вот, три, есть три, есть пять. Пять еще дешевле. Три моточка, если берешь, то она получается за моточек, сейчас скажу, 119 рублей. Во. Один моточек на Валберис, один, вот, ошибочно нажала, и уже от заказа не отказаться. Ошибочно нажала. Один моток стоит 144 рубля. Но все равно, все равно дешевле, чем в магазине. В магазине, еще раз повторяю, на данный момент она стоит 150 рублей за моток. Так что вот. Почему носки? Вроде как бы стопроцентная шерсть, да, и свитерок бы тепленький был, и шапочка с шарфиком. Нет, девчонки, мальчишки, эта пряжа немного колется. Ну, конечно, кто не принципиален, у кого нечувствительная кожа и на это не реагирует, можно, конечно, и вязать вещи, как свитер, да, и шапки с шарфами. Но я нет. Мне она колючая. Так что вот так. Последовательно идет формирование одного полярка. Большинство государств готово. Валюха, качи. Качи. Девчонки. Он смотрит. Он смотрит. И он смотрит. У вас получается. Продолжение следует...